Внедрение совместных комбинированных туристических маршрутов, а также расширение торгово-логистических возможностей стран-участниц Шанхайской Организации Сотрудничества. Эти темы сегодня на пленарной сессии обсудили участники Международного туристического форума «Новый этап сотрудничества. ШОС, туризм и культурное наследие». В форуме приняли участие главы туристических администраций стран ШОС, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Индии, Россия, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Особое внимание участники уделили развитию внутреннего туризма на пространстве ШОС. От Арктики до Индийского океана и от Шанхая до Калининграда – общее пространство стран, входящих в ШОС. Здесь проживает более 40% населения планеты. Это огромный туристический рынок, и его потенциал сегодня необходимо реализовывать. В допандемийный период из стран ШОС для отдыха за границу выехало около 250 миллионов туристов. Впечатляющие возможности для въездного туризма. Международный туризм на протяжении последних десятилетий показывает постоянный рост и сегодня превратился в один из драйверов мировой экономики и ключевых факторов социально-экономического прогресса. Для многих стран индустрия туризма является одной из ключевых отраслей национальной экономики, поскольку напрямую способствует росту экономики, созданию новых рабочих мест, а также укреплению культурных связей между странами и обществами. Обладая наибольшим количеством природных объектов в мире, объектами культуры, признанными шедеврами человечества, страны ШОС, несомненно, располагают колоссальным туристическим потенциалом. Суммарное культурное наследие государств-членов, наблюдателей и партнеров организации составляет более 200 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Расширение культурного туризма в наше время способствует развитию всех видов транспорта, межрегиональные и международные культурные контакты, становление и совершенствование индустрии туризма. Но, конечно, главными драйверами культурно-познавательного туризма и создания культурных маршрутов являются наши музеи, наши театры, наши библиотеки, наши объекты культурного и природного наследия, а также культурно-массовые мероприятия. В рамках форума была также организована выставка исторических документов, имеющих отношение к истории и географии десятка стран, раньше входивших в состав Османской империи. Фонд, организовавший эту выставку, обладает множеством исторических документов, которые сегодня хранятся в турецких архивах. Так, например, вот этот документ датирован 1503 годом. Это письмо, отправленное турецкому султану о завоевании Тимурханом Хорасана. Вот смотрите, здесь карта, которая была нарисована Кипардом в 1862 году. Это карта Туран и Туркестан, вся территория Туркестана. Здесь, как видите, вот сейчас территория Узбекистана, Таральское море, вы можете увидеть. И это очень ценный документ, ценная карта. Здесь можем увидеть в те периоды, какие были, допустим, реки, какие были названия городов и местностные. И это как документ, который можем сейчас сопоставить к сегодняшней карте. Сегодня странам ШОС необходимо активизировать усилия в сотрудничестве туристического сообщества, совместного продвижения туристического продукта, имиджевой поддержки и защиты туристических ресурсов, а также направить свои усилия на развитие внутреннего туризма в ШОС. То есть на сегодняшний день в Кыргызстане функционируют около 500 тысяч туристических компаний, и мы сегодня готовы принять гостей. Также около 50 курортно-санаторных учреждений готовы принимать. Вот у нас несколько видов туризма. Как вы знаете, у нас горы, свежий воздух. Вот тут скоро уже коммунезонное лечение начнется. Также наши курортно-рекорационные учреждения именно после ковида готовы принять туристов. То есть мы акцентируемся именно даже на оздоровительный туризм, на экотуризм, экстремальный туризм, на зеленый туризм. Напомним, в этом году в ШОС председательствует Узбекистан в рамках председательствования по линии Министерства туризма. Этой страны будет проведено более 80 различных мероприятий. Узбекистан, являясь центром Великого Шелкового пути, издревле привлекал внимание путешественников со всего мира и признается одним из привлекательных и интригующих направлений многими зарубежными изданиями. Светлана Акматалиева, Раскельдика Кульбеков, Аллату-24, город Ташкент. Раскельдика Кульбеков, Аллату-24, город Ташкент. Раскельдика Кульбеков, Аллату-24, город Ташкент.